Человек будет опираться на свой разум, то тогда разум он обманчив. Например, я не могу человека заставить думать, как я думаю. Я не могу его заставить думать так, как я думаю. Он не может меня заставить думать так, как он думает. Поэтому мы должны, опять же, ссылаться на что-то, и ссылаться на что-то, не на разум человеческий, не на чувства человеческие, а ссылаться на закон Всевышнего Аллаха, на наставление, которое нам дает Кур'ан, на наставление, которое нам дает Сунна по Року Мухаммаду. Почему? Потому что, во-первых, Аллах в Коране сказал Если вы в чем-то спорите, в чем-то противоречите друг другу, то вернитесь к Аллаху, имейте в виду Курану, и к посланию к Аллаху, то есть Почему мы должны возвращаться к Курану и Сунну? Потому что Аллах лучше знает, что нам нужно для счастливой жизни, чем мы сами с вами. То есть мы что-то думаем, что вот это нам нужно, но это хуже может быть для нас. В этот аят все знаете, в сурату Аль-Бакара Что-то вам не нравится, но это лучше для вас. Что-то вы любите, но это хуже для вас. И потом Аллах объяснил, сказал, почему так? Ведь Аллах знает, а вы не знаете. Аллах знает, а вы не знаете. В другом аяте, Субханаму Ат-А'ля, сказал, то, что Он лучше знает, что нам нужно, чем мы сами для счастливой жизни. Аллах, Субханаму Ат-А'ля, сказал, Аллах лучше знает о вас. Аллах лучше знает, что вам нужно, чем вы сами. Почему? Потом объяснил, Ведь Аллах сотворил вас из земли. И ведь вы были зародышами в дробях ваших матерей. Ничего не знали. Аллах, Субханаму Ат-А'ля, дал вам слух, дал вам зрение, дал вам сердца. Потом, Субханаму Ат-А'ля, говорил, Здесь Аллах, Субханаму Ат-А'ля, нам пояснил. То есть, Аллах, Субханаму Ат-А'ля, лучше знает, что нам нужно. И почему потом пояснил. Ведь я вас сотворил, говорит Субханаму Ат-А'ля, Ведь я вас сотворил из земли. То есть, Аллах, Субханаму Ат-А'ля, наш создатель. Аллах, Субханаму Ат-А'ля, наш производитель. Аллах, Субханаму Ат-А'ля, Например, я всегда часто этот пример привожу. Ты ездишь на машине, у тебя есть там в бардачке, аль хамило, сервисные книжки. Через столько то нужно сделать, первое то через 15 тысяч. Через 10 тысяч нам, например, если японские автомобили, через 10 тысяч нужно сделать, первое то. Если там немецкий автомобиль, через 15 тысяч нужно делать, то если ты не сделаешь, дальше едешь, не следующие инструкции производителя. Берешь, у тебя колодки стерлись, движок ударился машину, берешь, на слалоку кинуешь. Почему? Потому что ты не следовал инструкции, ты всего лишь водитель. Ты всего лишь водитель. А компания, например, скажем, Toyota, лучше знает, когда нужно поменять масло, когда поменять колодки и так далее. А ты всего лишь водишь. Также наш производитель, Аллах Субхану Ва Та Аля, он нас сотворил. Если вдруг человек в аварию попадает, не компания Toyota, не компания Mercedes виновата. Ты неправильно управлял автомобилем. Также Аллах Субхану Ва Та Аля, наш Создатель, говорит нам, я лучше знаю, что вам нужно для счастливой жизни. Ведь я вас сотворил из небытия и земли. Вы были за родушами в утробах ваших матерей, не о чем не знали. Аллах Субхану Ва Та Аля дал вам слуху, дал вам зрение, дал вам сердца. И вы мало было дарить Аллаху Субхану Ва Та Аля. Отсюда мы понимаем, какой бы психолог ни был, бывает, психолог собирает вокруг себя очень много народа. Люди приходят, покупают дорогие билеты. И он дает им советы, опираясь на свой человеческий разум. Но этот психолог не может заставить меня думать так, как он думает. Его разум обманчив, разум человеческий обманчив. Поэтому, чтобы не обмануться, чтобы найти прямой путь, правильно в том или ином ситуации себя вести, мы что, должны возвращаться на рекомендации нашего Создателя, нашего Производителя, Аллаху Субхану Ва Та Аля. Продолжение следует...